Жители массива Исидбатыра жалуются на проблемы с водоснабжением. Слабый напор в трубах, поступление холодной воды вместо горячей, а то и полное отсутствие оживительной влаги. С такими проблемами столкнулись жильцы многоэтажных домов. Наша съемочная группа побывала на месте и выслушала людей и представителя коммунальных служб. Большинство домов в жилом массиве Исидбатыра построено по государственной программе. Здесь проживают многодетные семьи, инвалиды, молодые семьи. В районе, где мы побывали, работы по обслуживанию домов ведет управляющая компания. О проблемах с водой, по словам жильцов, руководство компании в курсе. Люди обращались по телефону в ответственные службы, но решения проблемы так и не получили. Вот в течение недели было до этого так, немножко понемногу, было такое, что напора нету, что там вода, например, не горячая. Мы, как положено, платим за горячую воду, а получается вода тепленькая. Мы должны ее где-то полчаса отсливать. Я хочу обратиться от жителей, принять какие-то меры, потому что так продолжаться не может. Потому что вот эту последнюю неделю, вот это вот, отключение воды, без предупреждения, отключает воду вечером и все. Не, может, например, с работы приходит, он даже сполоснуться не может. Воды вообще никакой нету. Элементарно даже нельзя сходить, извините, в туалет даже. По словам жителей многоэтажных домов, проблема с водой здесь бывает нередко, особенно тяжело в этот период семьям с детьми и инвалидами. В 2016 году я получила квартиру, многодетный, у нас там все многодетные. Мы страдаем сейчас водой, у нас есть ребенок-инвалид, мы мучаемся, на девятый этаж, на восьмой этаж вода не доходит. Было собрание, приходили там Акбулакски, там все собрались, короче, ЖКК все собрались, там сказали, обещали. Акбулак говорит, у нас воды не хватает, мы сейчас в том году давали вам шесть кубов, в этом году четыре даем, на полив больше уходит. Днем, говорит, полив идет, поэтому у вас вода не доходит на верхний этаж. Мы говорим, потом они же сказали, будем выключать в 11 часов ночи, но у нас не выключают в 11 часов ночи, они выключают вечером в 8 часов. Все, воды нет, сейчас вот как-то воду дали, только дали холодной, горячей воды нет. Жители микрорайона неоднократно обращались в уполномоченные службы, проводили собрания, но проблема так осталась нерешенной. С наступлением летнего сезона проблема нехватка воды особенно остро чувствуется. В микрорайоне также расположены частные дома, которые производят полив своих участков. С таким расходом воды район не справляется. На данный момент в этом же районе на сегодняшний день водоподача идет полностью согласно штатного расписания, на девятых этажах вода есть. Одним словом, сейчас у нас идет на полив в основном. Если в вечернее время выйти, посмотреть, прогуляться, везде первые этажи, даже частные секты все поливают. Хотя есть у нас решение Акима города, полив разрешается с 23.00 до 5 утра. Представители уполномоченных органов заверили, что работают день и ночь, чтобы люди не мучились от жажды и пообещали, что решат проблему в ближайшие дни. Жители, в свою очередь, сказали, что будут продолжать обращаться во все инстанции для окончательного решения водного вопроса. Зарина Удбанова, Бахаджан Едыгеев, телеканал Актубе.